ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, друзья! Это очередной выпуск рубрики Листаем специально для сайта комиксбум.нет Поясню для непосвященных. Листаем это рубрика, принять участие в которой может абсолютно каждый человек, который получает комиксы в виде посылок. Что нужно для этого сделать? Нужно просто распаковать свою посылку на камеру, соответственно, заснять процесс распаковки, ну и снабдить, конечно, какими-то интересными комментариями. Затем выложить это на лучший сайт о комиксах в рунете комиксбум.нет и присвоить ему порядковый номер в этой коллективной рубрике. Так, например, вот этот выпуск Листаем стал 28-мым для нашего сайта. Сразу отвечу на вопрос, почему я долго уже не делаю на своем канале новых выпусков Телега, Тряхнем Старьем, 5 причин. Друзья, просто у меня в жизни важное событие, я женюсь на днях буквально, поэтому, сами понимаете, со временем туго. Но вот для распаковки комиксов я время нашел. Правда, распаковка получилась довольно спонтанная. Ну ладно, давайте уже приступим непосредственно к ней, и я сейчас все по пути расскажу. Так, посылочка у нас сегодня будет с Азона, но сперва о том, почему распаковка вышла спонтанной. Дело в том, что я заказывал и купил за последний месяц кучу комиксов, и они мне, естественно, приходили партиями, потому что я обычно комиксы заказываю по разным местам, у разных людей. И вот я решил снова превратить очередной выпуск Листаем в этакий сборник из трех моих распаковок. Но меня до сих пор подвела третья посылка, поэтому две части той большой распаковки я снял, а третья никак не придет. Я там уже контактировал с продавцом, мне выслали повторную копию, но не могу я без нее закончить логично тот большой анбоксинг. И поэтому решил я вместо, чтобы скрасить ожидания себе и, в общем-то, выложить новый материал на сайте, записать распаковку вот этой посылки из интернет-магазина Азон. Вообще я интернет-магазин Азон не очень приветствую, но комиксы, которые я покажу вам сегодня, получилось купить, были только там в наличии, потому что это комикс второй волны, друзья. И это Фуметти. Фуметти. Если вы не в курсе, что такое Фуметти, то это такое самоназвание для итальянских комиксов. Дилан Дог. Это, собственно, тоже Фуметти. Кстати, если вы до сих пор не знаете, почему стоит покупать и собирать комиксы из серии Дилан Дог, посмотрите видео по аннотации в углу. Конечно, после этого видео. Так вот, Фуметти – это множественное число. В единственном числе комикс по-итальянски называется Фуметто. Это слово буквально означает «дымок». И я думаю, что понятно, почему комиксы называют «дымком». Из-за, конечно, баблов, пузырьков с диалогами. Они кому-то напоминают «дымок». Так вот, в 2007 году, еще до великолепного дела издательства «Смарт Ол», который представляет нам Дилана Дога, омское издательство «Грин Кэт» выпустило 4 тома Фуметти. В числе них был также первый том Дилана Дога. Я прекрасно помню, как эти комиксы валялись в книжных магазинах. Почему-то меня они тогда вообще не заинтересовали. Я их покупать не стал. И вот сейчас решил наверстать упущенные. Я нашел на магазине «Озон» все, собственно, выпущенные тома, кроме Дилана Дога от «Грин Кэт». Но Дилан Дог-то мне и не нужен. Поэтому приступим. Я сразу вам покажу, какой у меня еще есть фуметто. Мне его привезли специально из Италии. Это действительно дряхлый старый экземпляр. Называется он «Демон Стори». В общем, такие комиксы продаются в Италии. И не только в Италии. Они, кстати, очень популярны в Европе почему-то. Например, в балканских странах. Я сейчас, в частности, в Хорватии видел, например, очень много итальянских комиксов. Так вот, они зачастую черно-белые. И продаются в палатках вроде нашей «Союз Печати». Только у них в этих палатках продаются не только печать, а и напитки, сигареты и вот такие, всякий подножный корм. Но вы знаете, итальянцы, помимо фуметти, еще очень любят. Я тоже вам решил показать. Это тот же самый друг мне привез из Италии. Итальянский Микки Маус. Тополина – это мышонок, значит, по-итальянски. Я просто хотел вам продемонстрировать, какого уровня дошли итальянские художники. Если кто читал эгментовские комиксы о Микки Маусе, вы помните примерно, какой там мультяшный рисунок был. И вот вам для сравнения рисунок из Микки Мауса «Современных дней» от итальянских художников. Ну как он? По-моему, ничего общего не имеет с комиксами нашего детства. И вот у меня такая мечта небольшая. Дело в том, что издает Микки Маус «Панини комикс». Мы знаем прекрасно, что у нас есть русское подразделение «Панини Рус» в России. Может быть, расправа у их главной корпорации имеются на издательство диснеевских комиксов. Может быть, когда-нибудь мы увидим возвращение диснеевских комиксов в Россию. Это было бы просто шикарно. Ну, вернемся сегодня к нашей посылке. И в конце будет еще один комикс, так сказать, бонусом. Итак, первый фуметто – это «Мистер Но». Ну, наверное, «Мистер Ноу», я думаю, на английский манер стоит читать. Под названием «Черная магия». Сразу видно, что по толщине тут два комикса выделяются. Они примерно по толщине, как Дилан Догг, и один – это явно очень толстый. Его оставим на потом. «Мистер Но» – это, я так понимаю, это итальянский вариант Джона Константина. Хотя нет, я вам сейчас наврал. Итальянский вариант Джона Константина – это Мартин Мистере. «Мистер Но» – это полу-герой, полу-злодей, который после Второй мировой войны – эти данные я почерпнул в Википедии, как вы понимаете, сам комикс я еще не читал – обосновался где-то в джунглях Бразилии. И вместе со своим напарником, бывшим немецким эсэсовцем, ведет борьбу за собственную свободу против каких-то криминальных элементов, выпадая во всяческие приключения, неожиданные ситуации, рискуя жизнью и сражаясь за, наверное, богатство и честь. В общем, «Мистер Но» нужно почитать. Видно, что рисунок, классический рисунок Фометти. Верстка, в общем-то, вполне себе достойная, единственное, звуки не переведены. Но это и не страшно. Видите, даже был анонсирован следующий, второй том, но у издательства «Гринкэт» ни один из старых томов свет так и не увидел, к сожалению. Видите, даже реклама тут была в комиксе сзади. Ну, хорошо. Следующий – это как раз «Мартин Мистерре». Я специально нашел на Ютубе подкаст на итальянском языке, где произносили название этого комикса, чтобы не ошибиться. «Великие тайны детектива невозможны». Вот это уже точно итальянский вариант Джона Константина. Этот самый Мартин, ну или Мартин, давайте его так все-таки называть, он борется со всякой нечистью. В общем-то, что-то схожее с деланным догом, но я думаю, здесь больше уклон все-таки в какие-то паранормальные явления. Вы видите, люди в черном. В общем-то, том так и называется, люди в черном. Явно здесь какие-то отсылочки, явно тут какие-то заимствования будут у секретных материалов, у сумеречной зоны. И у всех комиксов вот такого плана. Надо сказать, что, по-моему, почти все эти комиксы не новые, естественно. Они выходили самые поздние, в 80-х годах, а некоторые, по-моему, «Мистер Нова» еще и раньше. Нет, вернее, следующий комикс, по-моему, раньше выходил. Что ж, рисунок примерно похож. Звуки также не переведены, но это уже понятно, у «Гринкэт» не переводил звуки. И также анонсирован второй том. На самом деле, мне очень жаль, что издание этих комиксов так и не продолжилось. Но очень радует, что сейчас есть человек по имени Денис Пугач. Это, собственно, в одном лице издательства Smart Owl и есть, который все-таки продвигает фуметь в России. Я знаю, что у него сейчас грядет анонс. Был уже такая превьюшечка в группе Smart Owl. Большой, крутой какой-то будет комикс нас ждать. Итак, наконец, последний из посылки Сазона – это комикс «Текс». Но это вообще очень известный герой итальянский. Вот комиксы о нем я точно видел в других европейских странах и в Италии точно. И вы видите, в чем отличие. Комикс «Толстенный». Я, честно говоря, об этом не знал. Но когда зашел на базу cbdb.ru, это база, на которой собраны все русскоязычные комиксы, ну или почти все, заходите туда, я узнал, что «Гринкэт», издательский дом, скомпилировали в этом комиксе сразу три тома про «Текса». Видите, вначале даже есть некое предисловие, в котором рассказывается нам о художниках и авторах комикса. «Текс» – это комиксовый вариант спагетти-вестернов. Вы знаете, что был очень популярен жанр в середине 20 века под названием «Спагетти-вестерн». Это были вестерны, то есть фильмы с американскими актерами, ну наполовину, по крайней мере, которые снимались в Италии. То есть американский сеттинг, американские герои, где-то происходит в Америке, но снимают итальянские режиссеры в Италии. Ну, самый известный – это, конечно же, «Хороший и плохой и злой» с Клинтом Иствудом, да и вообще вся трилогия «Серджио Леоне», там «За пригрышную долларов», по-моему, называется вторая часть. Ну, не помню сейчас точно. «Котекс» – это такой герой, явно сошедший с пленки спагетти-вестернов и очутившийся на страницах Фуметти. Значит, классический американский сеттинг мы видим. Рейнджеры, идейцы, пули, приключения, перестрелки. Все довольно интересно. И вот этот комикс, насколько я знаю, довольно старый. Герой очень известный, он выходил чуть ли не там с 40-х годов. Вы видите, подтверждение моих слов о том, что в комиксе собрано сразу три тома. Мы видим обложки второго и третьего тома, сделаны, выполнены в виде глянцевых цветных вставок, непосредственно в самой книжке. Вот они. И еще забавный факт. В конце опубликованы, напечатаны некоторые высказывания известных людей. Но среди известных людей мы видим каких-то спортсменов. Это Ирина Чащина, гимнастка, хоккеист, Пережогин, олимпийский чемпион Тищенко и Умберто Эко внезапно. Интересный ход выбрал издательство Green Cat для продвижения своих комиксов. Опять же, очень жаль, что все это закончилось ничем. Ну да ладно. Итак, три комикса я вам показал и время обещанного сюрприза. Сюрприз будет в следующем. Мне удалось приобрести первый номер оригинального первого принта замечательного комикса Уоррена Элиса и Джона Кэссиди под названием Planetary. Я думаю, этот комикс известен многим. Он вышел в 98-м году. Вышло всего 27 номеров. Я, честно говоря, о нем ничего не знал, пока ребята с комикс-бумом мне не рассказали, ты что, это же маст-рид просто, им нужно брать, тем более первый номер. Поэтому я встретился с продавцом, очень приятным молодым человеком, который мне этот номер продал очень даже задешево. Номер в идеальном состоянии. И вы видите надпись Archaeologists of the Impossible. Поэтому кто не знаком, как и я был, например, с этой историей, почему она настолько крутая. Ну, помимо того, что ее пишет, конечно, Уоррен Элис, признанный гуру комикс-сценариев, серия повествует нам о команде из трех человек. По крайней мере, их пока трое. Это команда людей, которые собрались для того, чтобы работать по найму на некую всемирную организацию под названием Planetary. Ну, планетарная, я не знаю, как перевести это точно. В общем, охватывает она всю планету. Организация эта занимается исследованием паранормальных явлений. И каждый из первых номеров, в том числе вот этот, повествует нам об одном, так скажем, деле, об одной законченной истории, в которой принимает непосредственно участие наша команда. И почему это стоит читать? Во-первых, в комиксе множество отсылок. В частности, я вот выяснил, что в первом номере отсылка к герою палп комиксов 30-40-х годов Доку Сэвджу. И также тут появляется такой прообраз Лиги Справедливости. Сейчас вы это увидите. А во втором комиксе, например, явная отсылка к Годзилле и Мотри. Сюжет не банальный. Расцасываний никаких нет. И как кто-то верно отметил, то, что у других авторов комиксов занимает 20 номеров, та история у Иллис. Иллис умеет умещать в одном единственном сингле. Поэтому история очень насыщенная, действительно интересная. Ну и рисунок здоровский. Этот комикс займет, я думаю, важное место в моей коллекции. Тем более, что это первый номер, а они все-таки какую-никакую, но ценность имеют из англоязычных синглов. Даже на том же eBay. Итак, на этом моя сегодняшняя распаковочка спонтанно закончена. призываю вас подписываться на мой канал. Всем большое спасибо за просмотр. И, конечно же, посещайте сайт comicsboom.net и не забывайте заходить на базу cbdb.ru Не буду затягивать. Всем пока, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok